Если раньше право парковаться под знаками «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена» подчетным и нечетным числом было только у инвалидов 1-й и 2-й групп и граждан, перевозящих детей инвалидов, то теперь к ним добавились инвалиды 3-й группы. В зоне действия дорожного знака «Парковка» стоянка с табличкой «Инвалиды» могут останавливать также транспортные средства инвалиды 3-й групп. Здесь же по аналогии с предыдущим моментом. Раньше было только инвалиды 1-й и 2-й группы и дети-инвалиды. В этот перечень добавились инвалиды 3-й группы. Изменения коснулись и желтого знака «Инвалид» на стекле автомобиля. Некоторые водители оформляют специальный индивидуальный знак, на лицевой стороне которого указывается порядковый номер и дата выдачи. На оборотной стороне данные инвалида, а также номеры серии документа, ее подтверждающие. Со временем всем автомобилистам, имеющим инвалидность и перевозящим инвалидов, придется заменить прежний знак, купленный в магазине, на специальный, зарегистрированный с персональными данными. Не обязательно наличие именного знака. Можно этот знак купить в любом автомобильном магазине. В соответствии с основаниями, которые предусмотрены, установить его на транспортное средство и также им пользоваться. Не обязательно получать именной знак. Пока требования правил дорожного движения такие. Последние изменения в правилах дорожного движения коснулись и действий водителей при ДТП. Кардинально нового не произошло. В постановлении лишь обобщили и конкретизировали алгоритм поведения участников аварии. Если при ДТП не пострадали люди, а ущерб нанесен только автомобилям, водителям необходимо сфотографировать положение машин на проезжей части, после чего убрать их с дороги. Следующий этап – выяснить, нужно ли прибегать к помощи сотрудников ГИБДД. Если они в соответствии с федеральным законом номер 40 Абасага имеют право обратиться по прямому урегулированию убытков по европротоколу в страховую компанию напрямую, то обращаться в полицию не нужно. Обойтись без участия госавтоинспекции можно в случаях, если в ДТП пострадало не больше двух автомобилей, оба водителя имеют действующую страховку, а ущерб от аварии не превышает 100 тысяч рублей. Если хоть один пункт отсутствует, следует обратиться в управление ГИБДД в приемные дни. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.